Важна свобода действий передней рукой, то есть ей нужно научиться фехтовать. Не игровая манера, лишь бы как, а именно свобода действий без жесткой встречи. То есть одиночный подготовить, вложить массу, да, это в принципе возможно и достаточно просто. Задача же именно успевать фехтовать и в нужный момент встречать передней рукой жесткой, чтобы заднюю руку добивать с ножом, со шпагой, с крюльком, оружием, ровно то же самое, оно все понятно. Колик, режем, как это можно нарабатывать, если мы говорим про густые руки, опять же, даже если голый кулак. Первый вариант упражнения. Выставляем руку перед собой, та же жесткая структура, двигаемся и наносим туда, вкладывая корпус. Ни в коем случае мы не сгибаем, то есть не в одиночном движении. Здесь наша задача найти именно на любом уровне мы бьем, руку мы не сгибаем. Вторую ступенью будет то же самое, только мы уже делаем с партнером. Оба выставляем руки, напоминаем, не сгибать. Во-первых, мы четко должны визуализировать дистанцию, на которой мы можем работать. И здесь мы двигаемся и стараемся нанести удар, именно из этого положим. Сбив вход, вход, именно найти, как мы это можем делать, прямой рукой сохраняя структуру. Перенаправить, войти, войти, встретить, парировать, встретить. Ни в коем случае не сгибаем руку. Варианты реализации. То есть вот он сейчас перекрыт, мы не можем прямо войти. Поэтому, что мы можем делать уже используем. Например, подбив, джеб. Зацеп, кросс. Сбив. Кросс. Зацеп, джел. Джолд. Джел. Джел. Раскрыл. Джел. И сразу же рукой встречничает. Либо джел. Абперкот. Абперкот. Сбив. Кросс. Зацеп. Хук. Если получится. Зацеп. Абперкот. Все делаем как раз через прямую руку. В принципе, если пойдет в его атакующие действия, действия будут наши, то есть вот такие же. На прямой удар мы можем встретить. Встретить. Задний. Джеб. 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 Кросс. 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 Можно искать, как угодно. Все вырастает именно из-за этого фехтования. Мы ищем, как придержать, как воздействовать. Но стремимся к тому, чтобы после любого дополнительного действия встреча была достаточно жесткой. То, что часто используется в профессиональном боссе. Когда мы сближаемся, я выкрепил руку, давлю, потом убираем наш удар. То есть здесь мы просто перекрываем. Выставляем ширму, чтобы перекрыть обзор. В реале, в принципе, если есть возможность, то же самое. Я перекрыл обзор. Пока он горит за своей рукой, я вхожу либо в корпус, либо в голову сверху. Пробуйте.